В Брянске завершился семинар по совершенствованию и организации работ на межгосударственных стыках в вагонном хозяйстве для железнодорожников Латвии, Литвы, Белоруссии и рядом магистрали России. Два дня участники встречи обсуждали спорные вопросы приема передачи подвижного состава по междорожным стыкам и межгосударственным переходам. Игорь Мирчук выслушал все стороны. Это не первая международная встреча специалистов вагонного хозяйства. С 2002 года эти форумы стали постоянными. Проблемные вопросы, которые касаются приема и передачи грузовых вагонов на межгосударственных пунктах, находятся с недавнего времени в центре внимания. Суть проблемы заключается в оптимизации процедуры осмотра и пропуска товарников. Не секрет, что по ряду причин, в основном из-за наличия дефектов, даже на первый взгляд незначительных, огромное количество вагонов отправляются назад. Их попросту не пропускают до места назначения. Это происходит в основном на границах между государствами. Так вот, цель таких семинаров – найти решение о возникающих проблемных ситуациях. Цель совещания – это как можно добиться компромиссов в решении общих каких-то проблем. И все-таки живое общение, оно всегда имеет преимущество перед общением по телефону или каким-то компьютерным линиям. Поэтому я думаю, что живое общение намного ускорит, скажем, решение наших общих проблем по пропуску вагонов по международным стыкам и по усилению безопасности движения. Пропуски грузовых вагонопотоков – актуальный вопрос не только для России. Решение возникающих споров заинтересована и Беларусь, и Латвия, и Литва. Самое важное, что главная цель семинара – это обеспечение безопасности движения грузовых перевозок. Проблема и задача не в том, чтобы начать выпускать на перегоны неисправные вагоны, угрожающие безопасность движения. Нет, ни в коем случае. Вопрос стоит о том, чтобы те вагоны, которые сейчас в силу зимнего периода имеют отдельные неисправности, не угрожающие безопасность движения, ну, чуть превышающие параметры браковки, значит, их организовано довести до получателя, организовано довести до клиента. Выполнить свою задачу перевозку. Вот об этом стоит разговор. Уже в первый день работы семинара участники встречи предложили несколько возможных путей выхода из спорных ситуаций. Эффективность таких встреч налицо. Все озвученные предложения в виде протокольных решений будут представлены руководству железных дорог стран, заинтересованных в решении проблем на стыковых пунктах. Продолжение следует... Продолжение следует...